Невозможно уехать утром в центр, вечером в Заволжье, маршрутки переполнены, а за расписанием и вовсе никто не следит. Общественный транспорт – проблема в Ульяновской области известная и всегда злободневная. Вот и за последнюю неделю в соцсетях все чаще стали появляться гневные комментарии жителей. Чтобы дождаться нужный маршрут, порой приходится стоять по 40-50 минут. О проблеме знают и в правительстве. На последнем аппаратном совещании губернатор жестко высказался по поводу работы общественного транспорта. Теперь о ситуации с общественным транспортом. Я давал поручение профильному блоку поведения обсудить ситуацию с перевозчиками Ульяновска и Демитровграда. Ситуацию с перевозчиками обсудили. Причины недовыпуска автобусов, соответственно срывы рейсов, они объясняют просто – не хватает водителей. По данным региональной навигационной информационной системы, на городских маршрутах задействованы 562 автобуса. По улицам Демитровграда ездят 107 автобусов, а доставляют жителей по муниципальным и межмуниципальным маршрутам еще 438. Но этого мало. В некоторые населенные пункты автобусы ездят далеко не каждый день, отчего жителям приходится добираться на попутках. Мы понимаем, что транспортное обслуживание населения – это наша основная задача, качественная транспортное обслуживание. Безусловно, есть проблемы. Мы наблюдаем ежедневно обращения граждан. Конечно же, в краткосрочной перспективе мы все эти проблемы не решим. Но, безусловно, ставим перед собой глобальные задачи по улучшению транспортного обслуживания всего нашего региона. На совещании, которое Минтранс провел с перевозчиками, приняли ряд решений. Например, Гостехнадзор, ГИБДД и министерство теперь будут контролировать выход автобусов на линию и соблюдение расписания. Поможет ли это, пока непонятно. Глава региона отметил, за срыв интервала движения перевозчиков привлекут к ответственности. Давайте уже перевозчиков привлекать к ответственности. Подумайте, какие меры наказания. Я думаю, пора уже переходить. За непередачу в информационную систему данных о местоположении автобусов на маршрутах, а также за нарушение расписания предусмотрена административная ответственность.